О, сказка сказочная. Вот такая весна у нас. Да, да, да. Вот такая у нас весна, ну как зима прямо. Ну а мы сейчас с вами зайдем вот в эту теплицу и возьмем кое-что интересненькое и будем делать лето. Так, это вот наша первая цветочная теплица. Несколько дней назад я вам ее показывала, где было много пустых столов. Ну вот, столов все меньше и меньше остается пустых. И экспозиция, так сказать, пополняется. И растюхи увеличиваются. Вон какие помидорки уже стали, вон поднялись как хорошо. Баклажаны вообще ушки распушили. Хоть на улице так и нехорошо. Холодно, но здесь уже у нас лето. О, здесь нужно полить этот столик срочно. Срочно прямо в обмороке лежат все виолы. Какая красоточка распустилась. О, какая симпатичная, огромная. Так, ну мы с вами пришли вот за этой красотулей. Это у нас дихондра. Дихондра серебристая. Вот здесь она окрепла. Здесь больше ей солнца. И попрохладнее. Она стала более коренастая. И от солнышка вот набирает много серебра. Ну сейчас я возьму несколько штучек. И мы продолжим. Здесь тройными рядами стали наши стаканы. Это наш эксперимент. Ну вот, дело идет. Ну да, у нас Сибирь и мы никуда не торопимся. И не соревнуемся ни с какими другими теплицами в сроках их заполнения. Поэтому у нас так. Да, пусть это для кого-то будет и необычно. На 17 апреля у нас еще вот такой размер рассады. Но и торговать-то мы выйдем еще когда? Еще как минимум у нас месяц до торговли. В отличие от других регионов. Поэтому, дорогие мои, не пишите мне комментарии. Что-то у вас маловато. Мы ни с кем не соревнуемся. У нас все идет своим чередом. А лето делать мы будем в горшке. Вот такие горшочки. Где-то 4 литра. Даже, наверное, побольше немножко. Вот. Эти горшки уже использовались ранее под композиции. Выбрала, наверное, вот такие колиусы. Поскольку буду сочетать их с серебряной тенерарией, я думаю, будет нормально смотреться. Вот морская звезда. Имеет такой ярко выраженный антоциан. Фиолетово-синий такой. И серебром, я думаю, самое то. Сорт ажиотаж тоже имеет своей окраски. Такой же пигмент синий. Тоже будет неплохо. Ну и вот чили-пеппер. Думаю, неплохо будет смотреться. Итак, для композиции подготовила субстрат рыхлый, состоящий из дерновой земли, торфа, вермикулита и совсем немножко-немножко перлита. Ну, в общем, как обычно, субстрат должен отвечать таким требованиям. Он должен быть рыхлый, влагоемкий и воздухопроницаемый. И не должен слеживаться в большом объеме горшка. Для посадки я вынимаю мое подготовленное растение. Их готовила я уже с осени. Высаживала в литровый горшок. Теперь у них хорошо развитая корневая система. И сами кустики уже наросли пышные. Вот я вынимаю растение. И делаю следующий хитрый прием. Итак, заполняю немного. Вставляю туда предыдущий горшок. Вот так вот. И заполняю. Но не до конца. Потому что мне нужно будет сюда посадить три дихондры. На места, где будет высаживаться дихондра, делаю углубление. Дихондру тоже нужно вынуть. У нее тоже хорошая корневая система. И мы вот так вот ее за горшочек заправляем. Так. Вот. Теперь вот здесь вот примерно. Для того, чтобы хорошо вынималось, нужно немного подсушить. Опять за горшочек. Можно слегка подсыпать. Но это все еще пока так. Основную досыпку будем делать позже. И еще одно растение. Ну, тут вот понятно, куда оно будет расти. Поэтому я так и разворачиваю. Чтобы растение сразу направлялось туда, куда нужно. Так. Ну, все. Вот такая заготовка у нас получилась. Теперь можно подправить. То есть пока без большого растения можно все здесь подправлять. Субстрат должен быть в меру влажным. Ну, и чтобы он не обсыпался. Вуаля. И у нас здесь есть ямочка. Вот. Полиус. Немножко растребушим ему корневую. Слегка растребушим. И посадим вот в это углубление. Ну, вот и все. Вот и все красиво. Теперь осталось только распределить грунт между растениями. И все. Теперь наша задача будет заключаться в том, чтобы подщипывать побеги. Вот эти вот кончики побегов. Чтобы нарастала равномерная круглая шапочка. Ну, и дихондра, как начнет отпускать свои косы, их тоже можно подщипывать, чтобы она была более-менее равномерная. Кроме того, у дихондры есть боковой побег. Он пойдет вдоль горшка. Его можно уложить по краю горшка. И он будет расти и сразу же укореняться. Дихондра, вообще-то, это почва-покровник, которая легко-легко дает много корней. И хорошо цепляется за субстрат. Будет еще один вариант, где использую вербейник монетчатый. Вот такой вот желтенький, красивенький ампилючек. И вот такой колиус. С такой коричневой окантовкой. Называется Бонни Голд. И вот такое будет чудесненькое сочетание. Ну, здорово, правда же? Такие простые растения. А если их сочетать вот таким вот образом, ну, они просто друг для дружка. Прям буквально друзья и товарищи. Они подчеркивают друг друга с наилучшей, наивыгоднейшей стороны. Здесь поддержка в двух цветах. Желтый вербейник монетчатый. И желтизна из Бонни Голд прям выигрышно дополняют друг другу. Ну, а вот эта вот каемочка коричневая как раз дает нам яркие такие очертания листа. Здесь он такой сердцелистный у колиуса. Ну, а у вербейника в виде таких кругленьких монеточек. Ну, на мой взгляд, очень даже интересно будет. Теперь наша задача с этими композициями работать следующим образом. Обязательно, обязательно делаем прищипку. То есть сейчас они, конечно, красивенько выглядят. Вот эти вот концы побегов, вот самые молоденькие листочки, очень красиво смотрятся, но это ненадолго. Потому что все растет и развивается. И наша задача, чтобы кустики нарастали пышные и красивые. Поэтому берем в руки секатор и делаем вот так. Поначалу это, конечно, выглядит кощунством, но потом наша композиция будет выглядеть гораздо лучше и интереснее. Ну, вот так примерно. Стараясь все крупные макушки, которые выскакивают выше общего уровня, можно подрезать. Я вот здесь думаю, что еще даже пониже вот так. Потому что все растет и развивается. И вместо одной срезанной макушечки будет две. И будет только пышнее и интереснее. И вот здесь то же самое. Но здесь немного нужно будет срезать. Совсем чуточку. Ну, или может быть даже не срезать, а вот просто так прищипнуть ногтем. Вот таким. Но зато через некоторое время будет еще краше, еще гуще. И мозаика листьев распределится по-другому. То же самое нужно будет сделать и с вербейником, и с дихондрой. Ну, дихондра, она у нас не черенкованная, а сеянная. Поэтому она еще не так сильно разрастается. Но после того, как она выстрелит, то есть вот этот побег прям сильно вытянется, его нужно будет прирезать. Ну, а вербейник уже пора. Пока я буду делать обрезку примерно в уровень горшка. Обрезки никогда не выбрасываем. И вот там, где обрезано, вот здесь вот видно, что это боковые побеги. И изначально кустик тоже прищипывался, чтобы он нарастал такой пушистый. И вот такие побеги боковые, их можно тоже распределять по поверхности грунта, чтобы они укоренялись. Вот, и будет хорошенько нарастать юбочка. Через некоторое время мы увидим, как композиции преобразятся. Ну, а теперь посмотрим, как выглядят композиции, которые я высаживала пораньше. Вот они здесь уже давно висят. И я кое-каким уже делала обрезку. Обрезала зебрину. Вот, чтобы она наращивала такие боковые веточки. Ну, а альтернатеру подрезать не нужно. Она всегда такая красивая. Она только гуще становится. Высоту она практически сильно-то и не растет. Ну, хотя там, может быть, можно будет немножко подрезать, но это позже. Пока я только обрезала зебрину. А вот эта композиция с крокодильчиком и с конгестой уже изменяется на глазах. Ну, во-первых, крокодильчик здесь стал прям вот еще гуще. То есть боковые веточки, вот видите, молоденькие листики маленькие и из центра выходят. А конгеста преображается на глазах. В каждой пазухе она проклюнула новый побег. Кроме того, что вот здесь конец побега такой, смотрите, с такой плоской какой-то розочкой. Вот еще здесь каждый побег стал обрастать боковыми. Так что не будет она выглядеть вот такими палками. Она зарастет. И видите, уже ее побеги, их мы не прищипываем, они просто опускаются вниз, сами вертикально. Вот. И будет хорошая, шикарная, густая юбка. Потому что здесь вот образуются боковые. Вот такая прелесть. Конгеста с альтернатерой. Тоже изменилась. Она также вся вот в боковых веточках. Вот они скоро уже будут хорошо заметны. И альтернатера. Такой густой, пышный кустик в центре. Уже такая прям плотная шапочка. А коллизия конгеста с ипомеей батат тоже поменялась немножко в облике. Вот здесь явно видно уже, видите, какие боковые хорошенькие. Ипомейка была прищипнута, поэтому она вот загустилась. Боковые у нее стали отрастать. Ну, теперь они вообще красотки. Вот так выглядят колеусы с зебриной. Васаби колеус. Вот он был весь прищипнутый. Смотрите, сколько новых молодых, светло-зеленых. Ну и зебринка, она мелкая. Мелкий листик у нее, она неравномерна. Зелененькие отрастают быстрее, чем варигатные. Но это ничего страшного. Еще чуть больше она отрастет, и ее можно будет тоже подрезать, прищипнуть, и она будет лучше развиваться, нарастать пышной юбочкой. Ну и вот последний вариант. Это альтернатера и ампельный колеус. Какая красота! Колеус уже желательно постричь, потому что, видите, у него сила роста наравне с альтернатерой. Даже, я бы сказала, и больше. Поэтому нужно нам его прибрать. Делаем стрижку, модельную стрижку колеусу. Точно так же убираю все макушки. Так какой-то общий уровень. Соблюдая, делаем стрижечку. Это нисколько не повредит, это только будет нам помогать. Потому что всегда помним, что в каждой пазухе будет развиваться не один побег вот так, а вот там два. И в каждом из двух тоже будут боковые побеги. Ну вот, приблизительно вот так у нас получилось. Ну, поскольку здесь композиция колеус у нас не в центре, а снаружи, поэтому у него такая же практически сила роста, и он может подниматься вертикально, как и альтернатера. Поэтому композиция такая вот, общая. Но все равно в будущем колеус будет аккуратно так вот выпадать. Вот так вот отпадать отсюда из горшочка. Ну, эта обрезка позволит нам еще больше его загустить. Здесь также три колеуса распределено. Вот, три колеуса и в центре альтернатера. Поворачивая периодически к свету всеми сторонами, мы будем равномерно развивать эти растения. Ну что ж, друзья, хоть и за окном никак не хочет уходить от нас зима, все еще снег прокидывает, и все никак-никак нам он не растает и не подсохнет, мы делаем у себя в теплице лето. Мы готовимся и готовимся к летнему сезону, наращиваем растения, чтобы они уже вышли у нас сразу красивыми. Потому что лето у нас в Сибири короткое, и некогда будет ждать, пока эти растения разрастутся и нарастут. То есть готовить по теплу с нуля их будет уже поздновато. Нужно сани готовить летом, а телегу зимой. Вот мы чем, собственно, и занимаемся. Ну, я думаю, как обычно, я вас натолкнула на разные идеи по использованию, интересному использованию, сочетанию разных растений, которые у вас имеются в арсенале. Желаю вам прекрасных, интересных композиций и всего доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok